Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал Ирин Камиски. Меня зовут Ирина, если вы зашли ко мне впервые. Сегодня я буду с вами делиться своими бюджетными покупками. И это бюджетные покупки декоративной косметики. Если вам интересно узнать мои крутые находки за последнее время, тогда, конечно же, приглашаю вас к просмотру. Начну с того, что на самом деле продуктов было не очень много. Они поместились в такую маленькую корзиночку. Но продукты, которые попаданий 5 из 5, могу сказать. Начну, наверное, я с тех продуктов, которые для меня совсем нетипичны. И те, кто смотрит меня давно, вы знаете, что для меня нетипичные покупки вообще декоративной косметики, потому что я больше люблю уходовую косметику. Но когда я покупаю именно лаки для ногтей, это вообще что-то, знаете, сверхъестественное, по моему мнению. У меня даже мой муж удивляется, если я себе покупаю какие-то новые лаки. Но это значит то, что из моей коллекции лаков улетит 4 оттеночка лака. Какие-то уже лаки, которые потеряли свои какие-то физические и декоративные свойства. Ну так вот, надеюсь, вас не будет очень сильно смущать моя челка, потому что, если вы на меня подписаны в инстаграм, вы знаете, у меня был неудачный поход к суперпарикмахеру, могу сказать, который мне создал новый стиль, она мне дико нафилировала, поэтому я просто жду, когда она у меня торстет, для того, чтобы была более-менее нормальной. Но надеюсь, данная челка вас, моя челка, она как-то не испортит всеобщее впечатление о данном видео. Ну, поехали. Могу сказать, 4 оттенка от фирмы Rimmel я себе приобрела. И это оттенки, которые, по моему мнению, удачны просто, вот для меня, просто постоянно. Первый оттенок, который я хотела себе, и я решила его себе приобрести вдогонку к тому яркому лаку, который у меня есть от Sally Hudson, это вот такой вот отличный, там, у меня светит солнышко, отличный ягодный оттенок, поближе, конечно же, постараюсь вам показать, это 323 оттенок Don't Buy Shine. Могу сказать, это отличный, красивый, ягодно-розовый такой оттенок. И вот сейчас, когда на улице осень, когда хочется укутаться в что-то теплое, хочется каких-то ярких красок, я, конечно же, это добавляю себе на ноготочки. И данные лаки я всего ношу буквально пару дней, в принципе, лаки на ногтях ношу пару дней. И вот это мне тоже будет, конечно же, радовать. Здесь его 8 мл, покупала я эти лаки в Магнит Косметик по хорошей скидке. Удобная кисточка, замечательно, она носит продукт, продукт передается 100%, не полосит, никуда не затекает, могу сказать. И действительно очень быстро сохнет, так что смело могу порекомендовать лаки от фирмы Rimmel. Следующий лак, который я себе прикупила, это оттенок уже 200 идет, называется Princess Pink. Это, знаете, лак, мне кажется, подойдет вообще абсолютно любым девушкам, абсолютно любого цвета типа, можно так сказать, любых предпочтений в одежде, потому что это абсолютно нейтральный оттенок лака. И если, к примеру, вы школьница, и вам нельзя в школе пользоваться какими-то яркими лаками для ногтей, присмотритесь к таким оттенкам, ваши ноготочки всегда будут красиво выглядеть, и замечаний вам никаких никто не отвешает. Тоже быстро очень сохнет данный лак, мне очень сильно нравится цвет, и очень красиво их передается на ноготочки. Но я была бы не я, если бы я не купила себе очередную партию голубых-синих лаков, так как я выбросила лак от L'Oréal, и я опять в поисках какого-то красивого синего цвета. И, конечно, это не металлический синий оттенок, это такой, знаете, абсолютно простой, обычный синий цвет. Это даже не синий, это какой-то ближе к темно-голубому оттенку, это у меня 823 оттенок, называется Windfold My Blue. Отличный оттенок, я сейчас с ним сделала педикюр, и могу вам сказать, девочки, настолько быстро педикюр я не делала давно. Вообще никаких заморочек, очень-очень быстро, в один слой цвет передался красиво, отлично, могу тоже порекомендовать. Ну и следующий оттенок, который я себе купила, это был уже оттенок, называется 853 Pill of Talk. Это такой, знаете, небесно-голубой оттенок, в котором присутствует небольшая такая же мчужная пыльца, и я, конечно же, с ним постараюсь поиграться с этими оттенками. Я очень довольна, что их купила, купила их на безумно классной, хорошей скидке. Следующие продукты, которые я себе купила, это были продукты для глаз. И тоже купила себе продукт на дикой скидке, хотела им поиграться, хотела попытаться делать этим продуктом себе стрелки. И могу сказать, девчонки, цену запомнила, и вам ее сейчас озвучу. На минуточку я купила себе подводку для век за 39 рублей. Мне кажется, это мегабюджетно, но для меня это было тогда. Я ее просто схватила, они лежали на кассе, это оттенок 803. Это такой, знаете, идет у нас подводка для глаз, которая называется такой, как фломастер, лайнер. Она действительно имеет очень тонкий фетровый наконечник. И мне показалось, что данным продуктом я смогу поиграться, поделать себе стрелки. Но не тут-то было. Во-первых, здесь всего 0,8 мл, она достаточно, мне кажется, быстро закончится. А во-вторых, она затекает вообще в какие-либо морщинки. Она затекает, мне кажется, подчеркивает всю структуру, текстуру кожи. И там, если даже у вас нет каких-то морщинок, они появятся, потому что любой залом, оно подчеркнет. Как-то я осталась ей недовольна, попыталась пару раз ей нанести ее на веки. У меня ничего не получилось, девчонки. Наверное, все-таки стрелки это не мое. И, наверное, в макияжах вы у меня ее точно не увидите на мне эти стрелки. Но поиграться мне ей хотела. Оттенок, еще раз повторю, 803. Кто пользовался, девчонки, напишите, как у вас она поработала на глазках. И вообще, какой лайнер под подводку вы мне посоветуете. Потому что, ну, мне хочется попробовать себе поделать стрелки. Потому что на фильтре в инстаграм там есть такая окошечка, и там есть такие стрелки. Вот мне понравилось, как стрелки на мне смотрятся, и я захотела попробовать. Но у меня вот с этим лайнером ничего не вышло. Действительно, достаточно стойкий лайнер, его нужно постараться смыть. Он въедается буквально в кожу. Но маслами с глаз отлично уходит, так что без каких-либо нареканий. И следующий продукт, я не помню, показывала ли я вам его или нет. Это карандаш от фирмы Essence в 0,9 оттенке. И это у нас такой идет красивый синий, чуть-чуть с каким-то шиммером. Такой полуматовый, полушиммерный, без явных блесток. Такой очень красивый синий цвет. Карандаш автоматик, который мне очень нравится. Это мой второй карандаш. И, девочки, здесь отличное количество самого продукта. Очень сильно нравится этот продукт. И, еще раз повторюсь, смело могу посоветовать. Отлично себя ведет на водной линии. Можно сделать им стрелку. Если заточить, никуда не денется, не расплывется, не в жару никак вообще никуда не девается. Он просто въедается. Он достаточно стойкий и классный карандаш. Единственное, что у него нет тут никакой точилочки в комплекте. Но и за ту стоимость, за которую я его купила, это можно, собственно говоря, простить. Тоже смело могу вам посоветовать его купить. Следующий продукт, который я купила себе, это были продукты для губ. И это мои любимые карандаши от Tessence. Предыдущих старичков я выбросила. Приобрела себе два новых. Это 11 и 12 оттенок. Контурный лип лайнер называется. И все. Просто серия лип лайнер. Одни идут, мне кажется, из одной серии, но рядышком они лежали. Единственный минус. Вот этот вот карандаш 11 оттенок In The Nude. Он достаточно, могу вам сказать, такой твердый. И его нужно прям погреть на ручках для того, в ручках, чтобы он начал у вас писать. Если он подсохнет и где-то полежит, то он может проткнуть вашу губу. Очень-очень суховатый карандаш. Но очень красиво смотрится на губах. Еще раз говорю, если продукты разогреть, то он очень классно ложится и подчеркивает ваши губки. Мне, в принципе, нравится. И то, как он смотрится на губах, я ему прощаю все какие-то нюансы. Подсушивает губки, но это не критично. А вот этот вот Вишми Роуз, это достаточно такая... Я его называю даже не просто карандаш, а карандаш помады, потому что его можно носить моно, красивый розовый оттенок. Сам грифик достаточно мягкий, с ним нужно быть аккуратным. И очень красиво смотрится на губах. Их можно миксовать, можно наносить как подложку для любого, мне кажется, нюдового оттенка помады. Очень круто смотрится, вообще очень нравятся эти карандашики. Смело могу посоветовать их. Всего здесь по грамму каждого продукта, но мне их хватило достаточно надолго. И следующий продукт, который вам хочу показать, это многострадальный продукт. О нем я уже рассказывала в своем инстаграм. Если вы понимаете, о чем я, то ставьте лайки, ставьте пальчик вверх. Ну так вот, это продукт от Ева Мозаик, и это ее нашумевший карандаш. Называется оттенок анюти на глазки. Я слышала очень много отзывов положительных на ютубе. Я слышала очень много положительных отзывов в инстаграм, где только можно было почитать. Все прямо ему поют дефирамбы. Ну, я первый раз взяла карандаш, я думала, просто неудачная была партия, он у меня крошился, мне не получилось с ним подружиться. И я подумала, что, а вдруг получится вот с этим карандашом. И буквально, вот когда покупала, была в магазине Ревгош, я его взяла, что стоит, по-моему, в пределах 300 рублей. Врать не буду, точно не помню. Ну так вот, чудо не произошло. У меня до половины доточило карандаш, и у меня только получилось его поточить. И то совершила ряд манипуляций. Я его просто разогревала, я его уложила в горячую воду, закрывала и держала в горячей воде неоднократно, для того, чтобы его, та крошка, которая образовалась, когда я его точила, чтобы она прошла. Ну, собственно говоря, оттенок совсем мне не подошел. Он такой идет, знаете, ближе к теплому. Не совсем теплый, не совсем холодный. Какой-то такой среднячок, который моему цвету типа не совсем подошел. Для того, чтобы сегодня я им оформляла брови, для того, чтобы у меня как-то что-то с ним получилось, я, конечно, миксовала его со своей любимой помадкой от Ле Туаль. Но могу сказать, что не стоит продукт того, чтобы с ним можно было как-то колдовать. Но не пошел мне этот продукт, и тем более второй карандаш, который я покупаю, он у меня крошится. Я что-то не понимаю. Может быть, я просто постоянно попадаю именно на какие-то неудачные партии, либо я просто такой везучек, потому что из всех миллионов карандашей, которые идут с продажи, вот именно карандаш, который просто у меня начинает дико крошиться. Не знаю, девочки, с чем это связано, но как-то так. Здесь продукта идет достаточно, мне кажется, для карандаша много, по-моему, грамм с чем-то здесь, но это уже не суть. Могу сказать, у него удобная щеточка, которая отлично прочесывает ваши бровки. Она мягонькая, удобная, заостренная, ей можно расчесывать реснички. Щеточка здесь, конечно, до 5 с плюсом. Так что вот такой вот не очень удачный карандаш. Ну вот, кульминация сегодняшнего видео, и это, наверное, вишенка на тортике будет. Это продукт, который для меня новый, продукт, который для меня был желанный, и продукт, который я искала, наверное, очень давно. И как я говорила в своем инстаграм, у меня закончилась палетка для... Это продукт солнечная палитра, румяна пудра тени для лица от Ева Мозаик. Я о ней вам прожужжала все уши в инстаграм, по-моему, здесь тоже снимала видео, у меня были обзоры. Обожаю, обожала эту палетку, потому что это была просто мега удачная покупка. За 650 рублей здесь был и хайлайтер, и пудру, которую я контурировала свое лицо, и мне понравился оттенок. То есть меня устраивало в этой палетке все. И когда я приехала в магазин Рим Гош, я пошла к Корнеру взять вот этот продукт, потому что цена-качество меня все устраивало. Но когда я увидела то, что продавец-консультант, там были стояли такие коробки, она просто расставляла продукты, и когда я увидела то, что один из продуктов, который она расставляла, это была вот такая вот штучка, я подумала, что это продукт просто для бровей, для теней, точнее для глаз. Я знаю, у них есть такие палетки для бровей, у них были такие палетки. Я думала, что это что-то такое. Но когда я случайно увидела то, что на палетке, я просто повернула, и видела, что написано, когда девушка так складывала, я видела, что написано «Идеал фейс-контур», я поняла, что это что-то не для бровей, не для глаз, это что-то для лица. И благо там был тестер, я его схватила, стала пробовать, и поняла, что это тот продукт, за которым я сегодня пришла. Это палетка для идеального контурирования лица. Здесь просто такая вот палетка, которая представлена в картонной, так скажем, картонной оборотке, это такая вот упаковочка у нее, интересно. На задней стороне представлена, как можно делать контурирование, куда бы себе убрать, и сама палеточка выглядит, собственно говоря, интересно. Здесь ее 8 грамм, раскрывается она на 180 градусов, это просто идеально для меня, она достаточно тугая, открывается на 180 градусов, имеет зеркало на всю крышечку, которое достаточно удобное. Могу сказать, что данный продукт, я наношу всегда такие продукты, наношу вот такой вот кисточкой от Ривгош, который я покупала в прошлом году, в их наборе, которые были представлены. И сейчас вместе с вами я попытаюсь сделать повторное скульптурирование лица, просто покажу вам наглядно, как это будет выглядеть. Здесь представлен у нас такой серо-коричневый без абсолютно матовый продукт для скульптурирования, и продукт для высвечивания, это просто такая матовая пудра, ближе, наверное, к банановому цвету. Собственно говоря, сам продукт для скульптурирования, и это пудрочка для высветления. Продукт наносится легко, то есть на кисточку мы буквально делаем буквально два прикосновения, и кисть уже в этом продукте. Наносим ее тоже очень просто, она передается легко на лицо, не оставляет никаких пятен, она подчеркивает, дает естественную тень вашему лицу. Это просто, знаете, находка для меня, потому что, когда у тебя рыжие щеки, когда, допустим, к примеру, это на загорелом лице, это смотрится очень круто, а когда ты чуть-чуть уже загар сходит, рыжие щеки, это как бы, ну, мне кажется, это уже не камильфо, и зачастую я только могла для видео делать какое-то контурирование, а сейчас я могу просто это делать спокойно, даже для выхода куда-то на улицу. Берем высветляющую пудру и просто проводим внизу, ну, как это показано, по крайней мере, на картинке. И все. Вот и все, девчонки. Я могу сказать то, что, конечно, для видео и смотрясь вот это зеркало, мне кажется, вот так вот все отлично сделала, не знаю, как на видео это будет смотреться, но мне кажется, продукт очень крутой, его нужно совсем немножечко, прям чуть-чуть, легким прикосновением, и продукт передается отлично на кисть. Кисть у меня из натурального ворса, то есть, как бы, по большому счету, какую-то часть еще она на себя забирает. То есть, если у вас антетическая кисть для контурирования, то там нужно вообще будет чуть-чуть, потому что продукт будет отдаваться весь стопроцентно. Не имеет никакого запаха, продукт совершенно, как вы видите, не пылит, достаточно пигментированный, его можно растушевать в ноль, его также можно наслаивать, то есть, отличный продукт, который мне очень сильно понравился. Сегодня, как вы видите, я делала, собственно говоря, контурирование лица именно этой палеткой. Стоила она что-то в пределах 500 рублей, и мне кажется, это просто мега-крутая находка, именно бюджетная. Не знаю, насколько это будет стойкой сегодня, я ее наносила впервые, но, судя по тому, как она у меня присела на лицо, я могу сказать, что продержится она у меня, думаю, до вечера. Данная вещь, потому что смотрится она очень естественно, она вживую, она смотрится очень естественно, без каких-либо пятен. На видео еще раз, конечно же, попрошу вас как-либо откомментировать, потому что интересно будет узнать ваше мнение, как это будет смотреться на видео. Могу сказать, девочки, это мега-классный продукт, если, конечно же, встретите, берите. Если у вас не получится найти вот эту палетку, могу вам смело порекомендовать вот эту вот штучку. Здесь тоже присутствует такой коричневый, такой, знаете, серо-коричневый холодный оттенок, но там присутствует небольшой такой сатин, который добавляет определенные живости вашему лицу, и им можно пользоваться, не добавляя никакого хайлайтера. Здесь, конечно же, нужен хайлайтер, я его, конечно, сегодня бабахнула себе на щеки, прямо от всей души. Мне кажется, я блещу очень даже сильно. Ну вот, девочки, это все были покупки, которые я хотела вам сегодня показать. Если вы чем-то пользовались, и вам что-то нравится, конечно же, пишите в комментариях. Если вы пользовались данной палеткой от Ева Мозаик, тоже пишите свое мнение по поводу нее, понравилась она вам или нет. И вообще, все целое, если вам понравилось побывать у меня на канале и было со мной интересно, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новое видео. Также подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы не пропустить там какие-то интересные моменты. Там я делюсь с вами первыми впечатлениями о пользовании каких-либо продуктов, в основном выходит за собой. Я вас всех люблю, целую, берите себя и своих близких. А мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока!